Добрый вечер! На телеканале Видное ТВ прямой эфир. Меня зовут Дмитрий Книга и сегодня у нас в гостях Светлана Ломакова. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна, начальник управления образования администрации Ленинского района. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы с вами встречаемся уже второй год, накануне 1 сентября, Дня Знаний. И чтобы уже перелеснуть эту страницу, я сейчас предлагаю сначала подвести итоги уходящего сезона учебного, так сказать, а потом уже перейти к планам на будущее. Вот, соответственно, вам слово, с какими цифрами, с какими показателями вы подошли к сегодняшней дате. Ну, прежде всего, я должна сказать о том, что все образовательные организации готовы к новому учебному году. Они приняты межведомственной комиссией. В образовательных организациях осуществлялся ремонт к новому учебному году. В 13 школах, 7 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования. А что именно, как учителя сами готовятся, а вы как в управлении? То есть, это же глобальный такой праздник, это всероссийский праздник. Нет, вы имеете в виду к празднику или к новому году мы готовимся? К новому учебному году мы начинаем готовиться еще в предыдущий период. Вот я вам уже говорю о том, что в рамках подготовки к новому учебному году произведены ремонты. Ну, соответственно, готовятся к открытию новые школы, но об этом мы расскажем немного позже. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, что происходило буквально в последние дни. Это, я говорю, августовская педагогическая конференция. Что это такое, для чего она необходима и что происходило в эти дни? Да, для педагогической общественности это традиционное мероприятие. И оно задает такой новый импульс на будущий учебный год. Педагогическая общественность анализирует результаты своей работы за предыдущий период, делает соответствующие выводы. Ну и, естественно, что мы определяем задачи на новый учебный год. А сколько дней она длится? Ну, в этом году конференция у нас состоялась двух дней. Первый день конференции был посвящен конкретной теме. И второй день непосредственно. Вот общее такое мероприятие для всех педагогов. Их было 450 человек. Конференция состоялась в Витовской школе номер 11. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали 450, да, преподавателей. А их как-то отбирают туда, чтобы пригласить? Это же не все учителя с муниципалитета. Да, это представители от каждого образовательного учреждения. Они сами формируют свою делегацию, но, естественно, это и руководители, и те люди, которые достигли значительных результатов за предыдущий учебный год. И насколько вы считаете, уже завершившая конференция была успешной? Но завершившаяся конференция, она в любом случае успешна в том плане, что всеми получен определенный заряд и импульс на будущее и свершение, на достижение новых результатов в осуществлении учебно-воспитательного процесса. Хорошо. О том, что было сегодня, такая более официальная часть, наши зрители узнают из наших следующих выпусков новостей, когда мы подготовим этот сюжет. А сейчас я хочу посмотреть сюжет, который был о первом дне. Вы сказали, там была определенная тема, и эта тема сейчас достаточно актуальная. Называется она «Робототехника». Давайте посмотрим сюжет. Нынешняя педагогическая конференция посвящена довольно интересной теме, и звучит она так. Привлечение детей к техническому творчеству и стимулирование развития инженерного мышления посредством робототехники и 3D-моделирования. Все участники мероприятия настроены на продуктивную работу. Я впервые участвую в этой конференции. Я жду приобретения деловых контактов, знакомства с коллегами, потому что не так давно работаю в образовательной сфере, получение знаний и приятных эмоций. Я вот, например, собираюсь идти на лазерную резку. Честно говоря, ни разу не видела, что это такое. Посмотрим, поэтому знаем. На такой конференции первый раз. Я еще не знакома с робототехникой, поэтому я буду знакомиться с ней впервые. Я слышала, что это сейчас очень популярное направление, поэтому очень хочется с ней познакомиться поближе. В нынешней конференции участвуют 500 человек – преподавателей и руководители учебных заведений района. После сбора и регистрации все отправляются по классам. Вы видите, сегодня представлены у нас роботы. Впервые мы о роботах узнали 100 лет назад. И вот сегодня уже посмотрим, что наши дети сами умеют делать своими руками. Мастер-классы проводятся отдельно для педагогов начальных, средних и старших классов. В ходе урока даются не только теоретические, но и практические знания. Роботу нужно самостоятельно найти путь из точки А в точку Б. Как вы думаете, какой алгоритм мы здесь будем использовать? Темы мастер-классов довольно разнообразны. Трехмерное моделирование, программирование, сборка роботов. Нынешняя научно-практическая педагогическая конференция проходит в 11-й видновской школе. И это не случайно. Учебное заведение было открыто только в прошлом году. Оно оснащено по последнему слову техники и позволяет педагогам внедрять самые разнообразные образовательные программы. А также делиться своими знаниями и умениями с коллегами. Преподаватели на мастер-классах – молодые специалисты из Академии роботов. Эта организация занимается популяризацией робототехники. Есть блок, и на нем нарисованы моторчики, руль, спидометр, означает скорость, стрелочка, обозначает направление и так далее. Они сразу видят, у них создается ассоциация. То есть они видят блок и понимают, что он делает. Соответственно, они настраивают его. То есть, на удивление, справились очень легко, никаких не было проблем. Они все сами написали и все запустили. Было интересно, как программирование преподавается в младших классах, в начальной школе. И вот такая игровая форма, как скретч, я думаю, что позволит ребятам уже с таких вот юных лет заинтересоваться моим предметом. После мастер-классов педагоги отправились в актовый зал. Перед входом в него участников встречал плакат с несколькими фотографиями. Но на самом деле это был демонстрационный стенд дополненной реальности. Это наше приложение, персональный аккреативик называется. Оно загружает видеоконтент, прикрепленный к данному баннеру, и оживляет его. Камера планшета наводится на фотографию, происходит процесс загрузки интерактивного контента, и неподвижная картинка оживает. Еще один детский сад предстояло открыть в деревне Боброво. Вот так. То есть репортаж «Видное ТВ» можно посмотреть, просто подойдя к этому плакату. Научно-практическая конференция продолжилась пленарным заседанием. Стоит отметить, что первые кружки по робототехнике появились в Ленинском районе три года назад в трех школах. Сегодня уже в 15 учебных заведениях ребята имеют возможность осваивать эту науку. Ребята уже приняли участие в различных соревнованиях. А в апреле текущего года прошел первый районный фестиваль по робототехнике, который показал, что практически все участники мероприятия обладают нестандартным мышлением и способностями конструктивной деятельности. На пленарном заседании выступили представители высшей школы, которые рассказали о российских разработках в области робототехники и поделились своими наработками в процессе преподавания столь непростой науки. Максим Козлов, Сергей Ларин. «Видное ТВ». Ну что ж, я думаю, полученный опыт учителями поможет заинтересовать как-то и детей в будущем именно этой темой робототехника, потому что это же действительно что-то современное и новое. Да, то, что развивает мышление и, естественно, научные предметы. Да, переходим к следующим вопросам. Чтобы уже завершить подведение итогов прошлого года, результаты ЕГЭ – это показатель работы не только учеников самих, но и учителей, естественно, преподавателей. Какой уровень оценок был в этом году по сравнению с прошлым? Действительно, внешней оценкой качества образования является государственная итоговая аттестация. В 11 классе она осуществляется в форме единого государственного экзамена. В 2019 году по результатам ЕГЭ по 9 предметам из 12 показатели района по среднему тестовому баллу повысились. По двум предметам понизились, и по одному предмету математика профильна остались на прежнем уровне. Если взять такую статистику, то мы ее всегда анализируем, принимаем к сведению, обязательно изучаем, делаем выводы. Значит, 248 выпускников 2019 года, в прошлом году 216, набрали по результатам ЕГЭ от 80 до 100 баллов. Из них по русскому языку 220 человек. 60% выпускников видновской школы номер 7 и 75% выпускников видновской гимназии набрали по результатам ЕГЭ от 80 до 100 баллов. 165 выпускников в прошлом году 122 из 17 школ по результатам ЕГЭ набрали 220 баллов по трем предметам. По трем предметам лидируют школа номер 7, 32 человека и видновская гимназия 27 человек. Значит, хочется еще отметить, что 15 обучающихся на едином государственном экзамене в этом году получили 98 баллов. Из них 14 человек по русскому языку и один человек по физике. Ну и, естественно, вот таким самым замечательным результатом, который нас всех очень порадовал, стало количество 100-бальных результатов. В этом году их у нас 9. А в том году сколько было? А в том году было 5 результатов. Поэтому это действительно значительное увеличение. В видновской гимназии у нас 6 100-бальных результатов, в видновском художественно-техническом лицее 2 100-бальных результата, и в бутовской школе номер 2 1 100-бальник. Значит, Михайлова Анна, выпускница видновской гимназии, у нас получила 200 баллов. Это тоже впервые в нашем районе такой результат. Она получила 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. В этом году у нас также впервые за все время сдачи ЕГЭ есть 100-бальный результат по информатике и КТ. Это также выпускник видновской гимназии Липов Роман. Поэтому вот эти результаты не могут не радовать. В этом году у нас было 52 выпускника 11-х классов, которые награждены медалью за особые успехи в учении. И начиная с этого года, для того, чтобы подтвердить свою медаль, надо было обязательно получить 70 баллов по русскому языку и математике профильной, либо 5 баллов по математике базовой. Поэтому все эти выпускники подтвердили свои результаты и, соответственно, получили медали. Из них 48 человек, кроме всего прочего, это 92%, они набрали на экзаменах от 80 до 100 баллов. То есть все медалисты подтвердили качество знаний и уровень подготовки. Исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что лидерами по показателям ЕГЭ, по качеству образования, является гимназия, седьмая школа, лицей. Лицей, да. А с чем вы это связываете? Ну, это очень многоаспектная тема, да. Во-первых, естественно, связана и с профессионализмом учителей, естественно, да. Поэтому, видите, как бы сегодня все учителя, которые подготовили стубальников, они были, естественно, награждены на уровне нашего района. И, кроме того, они еще получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей от губернатора Московской области. Я просто к чему все это подвожу? Кроме того, обучение, он процесс двусторонний, всегда зависит от того, ну, кто учит и кто учится. Вот, соответственно, насколько я понимаю, именно в гимназии преподает учитель года прошлого года. Евгений Кунавин, правильно? Да, прошлого учебного года. Но конкурс он продолжается, конкурс «Педагог года Подмосковья». Вот он, как бы сейчас состоялось только два этапа этого конкурса. И вот надо сказать, что победитель нашего муниципального уровня очень успешно выступил на областном уровне и вошел в пятерку лучших учителей Подмосковья. 4 сентября будет подведен итог этого конкурса, состоится третий тур, он называется «Круглый стол образовательных политиков». Вот, и Евгений Сергеевич примет в нем участие, и в этот период будет определен победитель, педагог, учитель года Подмосковья. Ну что ж, желаем ему, естественно, удачи. Да, мы ему сегодня пожелали на конференции удачи, и очень надеемся, что так оно и будет. В муниципалитете все-таки, ну, можно судить о том, что подготовка учащихся ведется на высоком уровне. А как, не мешает ли процессу обучения такой аспект, как вторая смена, и в скольких школах она до сих пор еще существует? Ну, в нашем районе ведется активное строительство и жилья, и социальных объектов. Поэтому, вот, динамика строительства, она все-таки позволила нам решить вопрос второй смены, и мы сохраняем, удерживаем этот показатель. Хотя, естественно, приток детей, он непрерывен, да. Вот, поэтому это непростая задача, но на сегодняшний день нам удается с ней справиться. И так же, как и в прошлом году, во вторую смену у нас будет обучаться только 320 детей в Винновской школе номер 7. А есть какие-то прогнозы на будущее, когда удастся вообще ликвидировать совсем ее? Ну, естественно, у нас постоянно ведется строительство социальных объектов, школ. Конечно, мы предполагаем... Опять же, в гимназии, да, пристройка? Пристройка гимназии уже как бы начинает, осуществляется в настоящее время. Поэтому это вопрос времени. Если говорить вообще о новых школах в целом в муниципалитете, буквально 2-го числа, как я понимаю, откроется новое здание. Это деревня Боброво, новая школа на 1375 мест, если я не ошибаюсь. Да, эта школа построена в деревне Боброво, и на самом деле она самая большая сейчас будет в Ленинском районе. На самом деле Боброво, мы говорим, деревня, это же большой жилой район. И, кроме всего прочего, эта школа будет являться вторым зданием Бутовской школы номер один. Поэтому общий контингент учащихся, он еще будет больше, если учреждение рассматривать в целом. Школа откроется 2 сентября. На сегодняшний день уже принято 584 человека, сформировано 24 класса. Ну и директором школы, которая откроется будет Овчинникова Ирина Михайловна, которая сейчас осуществляет руководство Бутовской школы номер один. А правда, что эта школа самая большая в муниципалитете будет? Ну да, у нас проектной мощности нет, таких школ больше. А есть там какая-то особенность, может быть, 2 спортивных зала? Там их даже 4. В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания в полной мере. Они ориентированы на раскрытие интеллектуального, творческого, физического потенциала. Будут функционировать в школе 4 спортивных зала, как мы с вами уже сказали. Из них один большой, два малых, один тренажерный. Также у них будет очень большой актовый зал, тоже у нас еще нет такого по проекту. Актового зала 240 мест, он составляет мощность с балконной ложи на 30 мест, столовая на 750 мест. То есть очень будет интересное образовательное учреждение. И естественно, классы оснащены современным оборудованием, специализированные кабинеты имеются. Для начальной школы оборудована зона отдыха со спальными местами. На территории школы располагается стадион, соответствующий всем современным требованиям, с искусственным покрытием и трибунами, беговой дорожкой, двумя гимнастическими площадками. Я вот так подробно рассказываю, потому что это действительно такое долгожданное образовательное учреждение, которое очень требуется в этом населенном пункте. Также оборудована зона отдыха с малыми игровыми формами. Комбинированная площадка для подвижных игр, площадка для активного отдыха детей. Имеются малые архитектурные формы. И даже учебно-опытная зона с садом тоже будет располагаться на территории школы. Это для локобиологии, да? Да. А если говорить о других школах, где, в каких местах еще появятся, может быть, не буквально второго числа, а в будущем планируются новые школы? Да, в настоящее время ведется строительство нескольких школ. Вот, в частности, на 1100 мест в жилом комплексе пригород Лесное и на 550 мест в деревне Дрожжино. Вот эксплуатацию этих объектов запланирован до конца 2019 года. То есть уже в следующем году, точнее, заканчивать учебный год этот ученики смогут в тех именно школах? В новых образовательных учреждениях. А уже набран преподавательский состав туда или работа только ведется? Ну, те школы, которые строятся, конечно, пока мы только ведем, потому что все-таки еще период времени есть, и люди должны же сейчас работать. Поэтому сейчас просто мы изучаем резюме, собираем их, люди активно их нам направляют, и мы с ними работаем. Поэтому, а вот в те школы, которые мы открываем, ну, действительно, уже как бы люди приглашены работать, трудоустраиваются. То есть здесь уже вот совершенно конкретная ситуация. И действительно, застройка микрорайонов, она позволяет решать кадровые вопросы. Вот. Это... Вот все специалисты, которые требуются, они все приглашены в школу, все начнут свою деятельность в начале учебного года. Они все местные? Или все-таки есть те, кто приезжает из других регионов, желая именно работать здесь у нас в муниципалитете? Ну, дело все в том, что здесь есть разные ситуации. Но в основном это, конечно, за счет тех людей, которые приобретают жилье. Но они, соответственно, приезжают из других регионов в большей своей степени части. Но я имею в виду немножко не то, не те, кто покупают жилье, а те, кто хотят работать, может быть, не в Москве, а вот близко к Москве, как мы располагаемся. Потому что здесь условия больше, лучше, точнее, да. Да, такая тенденция тоже есть. И, в общем-то, мы тоже решаем эти вопросы, потому что у нас имеется ряд служебных помещений, ряд общежитий, которые мы можем предоставить. Вот, кстати, можно было отметить, что мы сохранили традиции. И сегодня на педагогической конференции были вручены ключи 24 педагогам от служебных квартир. В общем-то, это очень серьезное достижение нашего района, потому что ежегодно выделяется служебное жилье. Но я хочу отметить, что оно, естественно, распределяется именно тем людям, которые уже достигли значительных результатов развития образования. А те люди, которые к нам приезжают недавно и трудоустраиваются в настоящее время, они могут получить общежитие вполне. Потому что 24 квартиры нам предоставлены и 17 общежитий также мы распределили в начале нового учебного года. А какая еще существует мера социальной поддержки для молодых специалистов? Да, это, в общем-то, серьезная задача привлечения молодых специалистов и, главное, их удержание затем в образовательных организациях. И в этом очень серьезная поддержка именно тех вопросов, именно материальное поощрение. Поэтому все меры социальной поддержки на сегодняшний момент сохранены. С прошлого года в соответствии с распоряжением губернатора Московской области молодые специалисты получают единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей, эта сумма сохранена. Также получают в составе заработной платы 6 тысяч рублей и 6 тысяч рублей за классное руководство. Муниципальная выплата составляет 5 тысяч рублей. Поэтому вот если это все сложить, то это очень-то хорошая помощь молодому специалисту. Да, поэтому вот все эти меры, они позволяют сохранить молодых специалистов. Мы это чувствуем, это чувствует наше образовательное учреждение. В принципе, это возможность сохранить кадры, затем их развивать. Вот, в частности, да, Евгений Сергеевич к нам тоже пришел молодым специалистом. Видите, как стал победителем, да, можно сказать. Скажите, а молодым специалистом считается учитель по возрасту или по стажу? Как это высчитывается? Молодым специалистом считается человек, который в год окончания приступил к работе по полученной специальности. То есть после окончания института? Да, но он должен обязательно в этот же год обратиться и трудоустроиться в образовательное учреждение, чтобы иметь этот статус. Обязательно в год получения документа об образовании. Так, переходим к следующему вопросу. Это что касается все школы, которые открываются на данный момент, а также, ну, даже школы, которые работают уже десятилетия, их сейчас не узнать, если внутрь зайти. Они все оснащены современной техникой в той или иной мере. О чем можно говорить? О какой современной технике можно говорить в этих школах? Понятно. Да, оснащение школ современной техникой происходит непрерывно. В общем-то, все образовательные организации оснащены необходимым современным оборудованием. Оно меняется со временем, поэтому этот процесс происходит постоянно. Ну и кроме того, надо отметить, что в настоящее время реализуются национальные проекты образования. На нашей территории реализуются три проекта из восьми, которые реализует Московская область. В частности, цифровая образовательная среда есть такой национальный проект. В рамках этого проекта до конца 2019 года видновские школы номер 2, 6, ВХТЛ будут дополнительно оснащены ноутбуками, интерактивными комплексами. А в принципе, оборудование мы следим за этой темой и постоянно увеличиваем. Затем я еще хочу отметить, что не только этот проект реализуется, еще реализуем проект «Современная школа». В рамках этого проекта будет открыт Центр гуманитарного и цифрового профилей в Бутовской школе номер 2 буквально в сентябре этого года. Проект называется «Точка роста». Мы увидим обновление и содержание таких предметов, как информатика, технология, основы безопасности жизнедеятельности. Действительно закупается современное оборудование, осуществление брендирования данного пространства, где будет это все осуществляться. Поэтому очень интересный проект. Надеемся, что будут довольны очень дети и получат действительно качественное современное образование. Все лето на базе наших школ работали лагеря. Туда приходили дети, которые обучаются в этих школах во время учебного года. Если подводить итоги работы школьных лагерей, как это было? Прокомментируйте, пожалуйста. Действительно, это как бы лагерная кампания. Это ежегодное мероприятие, которое мы осуществляем, к которому мы готовимся. По результатам лагерной кампании было охвачено более 7 тысяч детей. Работали у нас и лагеря дневного пребывания, их было 20. Один лагерь у нас в частном учреждении был в созвездии. Поэтому эта тема тоже очень интересная. Я думаю, что летний период тоже порадовал детей. Много было интересных мероприятий и разнообразных. Поэтому я думаю, что дети хорошо отдохнули в наших лагерях. Это радует. Накануне учебного года уже можно, наверное, сказать, будут ли какие-то нововведения в процессе образования детей? В процессе мы сказали о том, что реализация именно национальных проектов образования таким образом будет способствовать модернизации и содержания образования, и оснащения. Других таких глобальных нововведений пока не ожидается. Плавно от школьных дел перейдем к детским садам. Расскажите, пожалуйста, какие у нас детские сады планируются к открытию в ближайшее время? Как вообще обстоит дело с очередью в детские сады? Потому что это наболевшая тема достаточно. Да, очень актуальная тема. Ну вот по поводу открытия. Буквально завтра планируется открытие третьего корпуса детского сада номер 2 «Колобок». У них уже имеется два корпуса на 200 мест. Завтра будет открыт новый корпус, третий. Поэтому тоже это очень значительное событие. Ну, буквально в июне также был открыт детский сад на 225 мест в деревне Дрожжино. До конца года будет открыт детский сад на 360 мест в деревне Месайлова и на 140 мест в деревне Боброво. Так что строительство детских садов никогда не прекращается, интенсивно ведется. И, естественно, прирост детского населения гораздо больше тех мест, которые мы создаем. Поэтому в период основного комплектования я могу вам сказать, что предоставлено 368 направлений в детские сады. Из них 1007 направлений именно предоставлено детям, чьи родители имеют льготы. В период дополнительного комплектования предоставлено 457 направлений. То есть этот период уже завершился, мы провели основное дополнительное комплектование. И всего направлено 4135 детей в дошкольные образовательные учреждения. Дополнительно после открытия новых садов, о котором я вам говорила, будет еще выделено 744 направления. Но что касается очереди, в Ленинском районе на учете на получение дошкольного образования состоит 9500 детей, из которых 2300 – это те дети в возрасте от 3 до 7 лет. И самыми, конечно, проблемными территориями для нас это является город Видно и сельское поселение Булатниковское. Очередь на предоставление, в принципе, у нас отсутствует в сельском поселении Развилковское и в сельском поселении Володарское. Но в настоящее время воспитанников детских садов у нас порядка 11 тысяч. А вот если говорить о детском саде «Колобок», который открывается завтра, почему такое название? Ведь это же третий корпус, неужели нельзя было как-то по-другому назвать? Но это же одно учреждение. А почему оно одно? Это все один застройщик делает? Нет, это не один застройщик, это один руководитель управляет. Поэтому здесь есть ряд причин, которые привели к такому решению вопроса. Я думаю, что коллектив сложился хороший в этом детском саду, они справятся с задачами. Хорошо, я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который мы снимали, правда, не буквально накануне, а два месяца назад, об одном из тех детских садов, о которых вы сказали. Я сказала, да. Это город детства, потому что, чтобы наши зрители наглядно увидели, как выглядят современные детские сады. Хорошо. Пожалуйста. Встречать гостей из школ и летних лагерей для расторгуевской библиотеки – привычное дело. Летом здесь... Дождливая погода не смогла испортить настроение тем, кто собрался у праздничного украшенного входа в детский сад. В церемонии его открытия приняли участие представители застройщика, руководство администрации района и булатниковского поселения, родители и дети – будущие хозяева города детства. Шумный пляс, тихий час в этом доме – все для нас. Открытие этого сада – результат совместной деятельности компании застройщика жилого комплекса и администрации района. Достаточно большими шагами идет урбанизация территории наших поселений Ленинского муниципального района. И отрадно отмечать то, что застройщики свои социальные обязательства исполняют. Всем ребятишкам, которые пойдут в этот замечательный детский сад, я хочу пожелать счастья, успехов, с праздником вас! После торжественного разрезания ленточки для высоких гостей была устроена небольшая экскурсия. Площадь трехэтажного детского сада – более 4000 квадратных метров. И здесь есть, что показать. Наш детский сад рассчитан на 225 мест, 9 групп, а 25 человек. В данном саду у нас будет работать 39 сотрудников. Из них у нас будет 15 педагогических кадров. У нас остальной обслуживающий персонал. Также у нас имеется комната для дополнительных занятий, физкультурный, музыкальный зал. Также имеется хорошая кружковая комната, в которой дети могут проводить как обычные занятия, так и дополнительные. Детский сад в буквальном смысле оснащен по последнему слову техники. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении создана безбарьерная среда. Строительство этого учреждения является примером такого успешного взаимодействия строителей и представителей образования. Все требования, все было учтено вовремя, своевременно. Поэтому детский сад очень быстро получил все необходимые заключения и введен в эксплуатацию своевременно. Для гостей подготовили сюрпризы, угощения и концертные номера. Заведующая учреждением Наталья Литвинова не без гордости рассказала о возможностях каждого помещения. В группах уже вовсю идут занятия. Строители предусмотрели все, чтобы и игры, и отдых были максимально продуктивными. Очень понравится оснащение. В каждой группе доска, в каждой группе практически в каждой из проекта, что немаловажно в условиях современных требований в ГОС. Ну, вот это очень обрадовало, удивило. И все очень новое, красивое. Деткам очень нравится здесь. Оценили оснащение группы его первые маленькие посетители Иван и Семен. Ребят, ну а вам-то садик нравится? Да, нравится. Да, нравится. А что именно вот нравится больше всего? Игрушки. На территории образовательного учреждения находятся безопасные прогулочные площадки с современным многофункциональным игровым оборудованием. По периметру зданий установлена система видеонаблюдения. Что сразу бросается в глаза, это огромное количество просторных веранд. Здесь их целых девять. А также площадки для занятия спортом и даже собственный огород. Веранды укомплектованы самым современным оборудованием. Здесь даже можно и на барабанах поиграть, и на ксилофоне. Одним из важных аспектов в работе с детьми остается физическое воспитание. И здесь надо отметить, что для активного занятия спортом здесь предусмотрено все, даже, казалось бы, мелочи. Меня удивило именно покрытие. Покрытие – это прям проблема в детских садах, потому что оно все время скользит. И мягкие стены. То есть это прям такой огромный-огромный плюс. Растет микрорайон, заселяются построенные дома. Значит, и потребности жителей увеличиваются. Но компания-застройщик уже ведет работу по развитию социальной инфраструктуры. В планах у застройщика – это в ближайшее время открытие двух садиков на 515 мест. Также сдача трех школ на 2500 мест. И поликлинику сейчас идет, строительство поликлиники на 450 течение смены. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Вот такая красота в современных детских садах. И все-таки от детских садов вернемся немножко к школам, потому что есть еще пара важных вопросов. Это будет ли организован подвоз на автобусах из Горок-Ленинских, учащимся в 11-ю школу? Да, на сегодняшний день в школах района из Горок-Ленинских обучается 235 человек. Из них 162 человека обучаются в Видновской школе номер 11. Ну, вернее, будет обучаться в новом учебном году. В Калиновской школе 21 человек будет обучаться, в школе с совхозами Ильина 39, в Видновской школе номер 1 – 1 человек, в Видновском художественно-техническом лицее 2 человека, в Петровской школе 6, Развилковской – 1. И администрация Ленинского муниципального района выделяет денежные средства на подвоз обучающихся, так же, как и в прошлом году, до Видновской школы номер 11 и обратно. На каждом автобусе будет подвоз сопровождающих, так же все автобусы будут соответствовать самым современным требованиям безопасности по перевозке обучающихся. И еще один вопрос, который тоже волнует многих родителей, и как будет в этом году организовано питание в школах? Питание в школах у нас будет организовано традиционно. Я просто сейчас хочу напомнить, что у нас все муниципальные образовательные организации обеспечивают питание обучающихся. Ежедневно, бесплатно обеспечено завтраком, стоимость которого составляет 45 рублей. Это обучающиеся первых и четвертых классов, это 100% обеспечено питанием. А учащиеся пятых и одиннадцатых классов те только, которые относятся к льготным категориям. Но все могут воспользоваться платным питанием за счет средств родителей. Горячими обедами обеспечено 88% обучающихся в настоящее время. А если говорить о льготных категориях, это какие? Так, это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из семей беженцев, переселенцев, дети из неблагополучных семей, дети, обучающиеся в кадетских классах и спортивных классах. Вот такие льготные категории, их всего 10, они определены постановлением. У нас остается не так много времени. Нашим зрителям я хочу сказать, все вопросы, которые вы задавали, звонили по телефону, задавали в соцсетях, мы их обязательно озвучим, передадим Светлане Евгеньевне, если у вас там есть контакты, с вами свяжутся из Управления образования и ответят на все поставленные вопросы. А в завершении эфира я вам предлагаю сейчас накануне Дня Знаний несколько слов на путствие, на будущее. Да, я с удовольствием поздравляю всех с началом нового учебного года, с предстоящим Днем Знаний. Школьникам хочу пожелать, конечно же, успешной учебы, прилежания и старания, инициативы и творчества. Педагогическим работникам, конечно же, профессионального мастерства и роста, уверенных побед и свершений, успехов в благородной педагогической профессии. И вам тоже успехов в вашем непростом деле. Большое спасибо, что пришли на эфир к нам, ответили на наши вопросы. Спасибо, Дмитрий. Приходите, еще ждем вас снова. Спасибо, увидимся на телеканале Видное ТВ. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин